Сегодня в половине второго после полудня взрыв чудовищной силы потряс северную окраину Екатеринбурга. В двух метрах от жилого десятиэтажного дома номер 169А по улице Бакинских комиссаров загорелась и через несколько минут взорвалась машина, в кузове которой находились баллоны с газом, кислородом и ацетиленом. В квартале вокруг места происшествия вылетели стекла в окнах жилых и административных домов. В квартирах, находящихся непосредственно над эпицентром, выбиты двери и косяки. Оконные рамы и шторы занялись огнем. Только по счастливой случайности удалось избежать человеческих жертв. Так, хорошее стечение обстоятельств в том плане, что поблизости с этим автомобилем, автомобилем просто не было никого посторонних. Если бы кто-то или дети здесь играли, или еще какие-то мероприятия проводились, то пострадавших было бы значительно больше. Впрочем, совсем без пострадавших такое жуткое происшествие обойтись не могло. Осколками стекла посекло случайного прохожего, а также шестилетнего мальчика Никиту Анисимова, находившегося одного в квартире бабушки на четвертом этаже. Впрочем, у того и другого ранения незначительные. Чтобы убедиться, что больше пострадавших нет, была применена механическая лестница. Проведена проверка жилья, квартир, которые пострадали в результате происшедшего взрыва, на предмет наличия пострадавших. Те квартиры, которые были снутри закрыты, то есть жильцов как бы не было дома, снаружи могли через подъезд попасть, использовали автомеханическую лестницу. И путем проникновения через окна проверили, что пострадавших в квартирах нет. Как нам удалось выяснить, взорвавшийся ЗИЛ, как впрочем и весь этот дом, принадлежат воинской части, расположенной тут же за забором. Части войск радиационной химической биологической защиты. РХБД. В грузовике находились баллоны газосварки. Сами ремонтные работы по замене труб отопления проводились вот в этой квартире. Затем сварщики спустились в подвал, чтобы приварить другую часть трубы. Там-то и возникла нештатная ситуация. Что-то там произошло. Говорят, что, скорее всего, порвался провод, который подает газ. Случайность, конечно. И в одно мгновение огонь поднялся вверх в машину. Машина стояла перед окнами. И загорелись там, что там, деревянные же перекрытия в этой машине. Все, ну, специализированная машина. Вот. Огонь увидели сразу, потому что пламя полыхнуло. Там баллоны, знаем, что там кислород, ацетилен. Я сразу взяла телефон, вызвала пожарных и выскочили на лестничную клетку. Хозяйка квартиры на первом этаже пережила такой шок, что от волнения не смогла показаться перед телекамерой. Она была на волосок от смерти. Когда увидела, что за окном горит машина, Лариса первым делом схватила таз с водой, пытаясь затушить 130-й ЗИЛ. От гибели ее спас муж. Ну, он закрыл дверь, залетел, видит, что ничего сделать нельзя, закрыл дверь. Вот. И хорошо, что машину сначала хотели отогнать, и хорошо, что она не завелась. То есть, если бы она завелась и отогнали дальше, то взрывная волна была бы гораздо сильнее. Она стояла к дому ближе, и дом просто-напросто прикрыл. И слава богу, что мотор не завелся. Иначе неминуемо погибли люди в кабине, а ударная волна могла деформировать конструкции дома. Но и без того прибывшие по вызову газовики были вынуждены отключить подачу газа. В какой-то из пустующих квартир обнаружилась утечка. На место взрыва также прибыли сотрудники милиции и представители ГОЧС. Все они сходились во мнение, что отсутствие пострадавших есть не что иное, как чудо. Потому как газовый баллон – это, по сути, небольшая бомба. Та же оболочка, начинка, если учесть, что рядом. Опять-таки, каким-то чудом уцелел кислородный баллон. Все происшедшее можно оценивать так. Бог не дал свершиться трагедии. Взрыв – это очень сильный взрыв. То есть, настолько мощный хлопок. Я не знаю, конечно, человек не военный, но дом содрогнулся, это точно. Ныне он один. Проблема жильцов офицерского дома будет еще предостаточно. Многие жильцы сейчас в отпуске. Кто-то в командировке пустые квартиры будут стоять окнами, открытыми всем ветрам, дождям и, не дай бог, нечистоплотным людям.